Болтком Слушайте по пятницам на радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры Добрый день, доброе утро, уважаемые слушатели Программа Климат-контроль И с нами на прямой связи морской геолог, ученый Журналист, пишущий о науке Константин Рангс Здравствуйте, Константин Добрый день Вот буквально на днях в нашем эфире Была министр внутренних дел Мария Голубева С которой обсуждали о том Граница на замке Насколько надежно все Поскольку через Границу Беларуси В Польшу проникали Прорывались беженцы И все это вызывает волнение в Европейском Союзе Между тем, в принципе Мы говорим о ситуации, которые Спровоцировали Власти, может быть Недружественные Евросоюзы, Латвии в частности страны Но, тем не менее Эта ситуация Просто такой тревожный звоночек И мы понимаем, что Рано или поздно И, может быть Такое произойдет Действительно еще даже на наших глазах Границу могут атаковать Действительно люди, которым некуда податься Если меняется климат в мире И мы говорим о том, что Целые огромные регионы Могут оказаться там без воды, без еды Без возможности вести сельское Заниматься сельским хозяйством Ну, вот Надо сказать, что, конечно Вот это вот событие Прискорбное Которое сейчас происходит На польско-белорусской границе И Но, с другой стороны Надо сказать, что Ведь на самом деле Если так додуматься Ничего ужасного не происходит Вот Если так Как говорится Не впадать в эмоции Дело все в том Что Вздумайтесь Там сейчас разговор идет По разным оценкам От 4-15 тысяч Потенциальных Так скажем Беженцев Которые желают попасть Прошу прощения Не в Польшу Не в Латву Не в Литву А в Германию В Германию Или в северные страны Вот куда они хотят попасть Они четко себе представляют Что там их накормят Напоят У них там есть Будет крыша над головой И в общем-то Какая-никакая Но перспектива Дальнейшей жизни Вот Очень большое количество Кстати, среди тех Кто сейчас там Это Курды Северная часть Сирии И Ирака А я замечу Что курд Курды Это Огромный Народ Не имеющий Собственной Государственной Там по разным Подсчетам То ли 25 То ли Чуть-то не до 40 Миллионов Населения Вот этих регионов Это восточная часть Турции Западная часть Ирана И северная часть Ирии И Ирака И вот эти люди Они хотят Ехать к тому Что уже Очень большая Часть их Соплеменников Сейчас живет В Германии И она им пишет О том Что типа Приезжайте сюда У нас тут Хорошо Отмечу Что вот Запомним эту цифру Ну возьмем Среднюю 10 тысяч человек На границе За это Вот за Только за 2021 год В Италию Морем Прибыло Уже 55 тысяч Человек Но вы Видели Какую-то Реакцию Там В отношении Там да Происходит Совещание По поводу Ливии В Париже Кстати вот Сегодня должно Быть очередное Совещание О том Как мир В Ливии Назначить Ну собственно говоря 55 тысяч человек Прибывает Да Вот Но это Цветочки Это вообще Это не цветочки Это вообще Ерунда Какая-то Потому что В 2016 году За это же время Прибыло 180 тысяч Человек Вот сравните 180 тысяч Человек Сейчас 55 тысяч Человек И вот 10 тысяч Человек Но это же Только Италия В Греции В 2016 году Она Из Турции Приняла Порядка 850 тысяч Человек Еще раз 850 тысяч Это близко К миллиону Практически Да Близко К миллиону Вот это тот самый Поток 15-16 года Половина Половина Латвии Населения Практически Половину Населения Латвии Вот хочу сказать В Финляндию Буквально пешком Из Швеции Там на севере Это было лето Вот Светло и тепло Относительно Пришло больше 30 тысяч Человек Вы думаете И что Тут же упаковали В самолеты И выслали Назад Нет Да Есть люди Которых высылали Но сейчас С ними разбираются Кто-то уже Там пристроился Вообще Надо сказать Что Иракская Община В Финляндии Она по-моему Уже 15 тысяч Составляет Я имею ввиду Не просто Которые беженцы Да Вот То есть Это очень Серьезная вещь Вот И По всему Европейскому Союзу Стоит Вспомнить Какие были Вот эти массы Людей Более Миллиона Человек Оказалось То есть По сути Дело Если начать Говорить То Европейский Союз В год Может Абсорбировать Примерно Полмиллиона Человек И на этом Фоне 10 тысяч Это совершеннейшая Катастрофа Тем более Уже Вот сейчас Я слушал По Европе Упоминали Что многие Города И чем Ни один Ни два В Германии Заявили Что готовы Принять Сколько Это Господи Раскиньте 10 тысяч На Германию Да Вот Получится Не так То и много Они уже Эту как бы Технологию Освоили Тем более Как выясняется Очень многие И кто сейчас Стоит на границе Это те люди Которые Отправились Потому что Знают Что у них Уже там Есть родственники Вот на это Внимание Обратите Причем Прямые родственники Родители Например Там муж А тут жена С ребенком Да То есть В принципе Теоретически У них Есть все Шансы Оказавшись В Германии Получить Там Убежище Это Очень Серьезный Момент То есть В принципе Можно было бы Каким-то образом Этот мост И наладить То есть Сначала Обрубить Поставку Беженцев Например В ту же самую Белоруссию Да Но затем Тех Кто уже попал Тех уже забрать Вот Это вариант Да И об этом Явно Вот сейчас Дискутируем Но ведь Дискуссия Наверное Тут еще И в том Насколько Эти беженцы Готовы Даже Ну я Не говорю Слово Ассимилироваться Там превратиться В немцев Но Ведь многие Из них Так Преследуют Иждивенческие Цели То есть Они Представляют себе Что западный мир Это то место Где ты можешь Не работать Получать Постоянное Гарантированное Пособие Получать Социальную Квартиру Может быть Даже И машину Которая Тебе Там Будет Выделена И Жить себе Припеваючи Просто Ну как бы Такая Прекрасная Сказка Вот А-ля Коммунизма А Никто Ведь не имеет Скажем Против Тех же Самых Мигрантов Которые Приезжают Засучив Рукава И готовы Взяться За любую Работу И в принципе Это Ну Как раз таки Подспорье Наверное Европе Где Население Стремительно Сокращается И не хватает Работу Реет и вымирает Но дело все в том Что действительно Тут нужно учитывать Очень много нюансов Культурологические Нюансы Но мы же все таки Программа Это у нас Об изменении климата И вот тут Как раз мы приходим К самому Интересному моменту Дело все в том Что вот уже Сейчас Как бы Так На довольно таки Грустной ноте Заканчивается 26 конференция ООН В Глазго По изменению климата Она началась Очень с большой Трескотни С шума Когда приехали Мировые лидеры Ну без малого 10 дней тому назад Вот Будет Ну да 10 дней тому назад Вот это было Просто Бой барабанов Вот Как проявил себя Как значит Чувствовал себя Шикарно Премьер-министр Британии Джонсон Вот у нас Все Вот все Собрали мы сейчас Тут все Решим Прилетел президент Байден Он тут же начал Критиковать Лидеров Китая И России Что они Вот не прибыли Да Типа не прибыли И ничего Тут нам не предложат И получается Ну естественно Любимая Возлюбленная Импресса Да Она Естественно Это все Преподнесло Надлежащим образом Как-то так Через некоторое время Стало ясно Что По восторге В отношении Например Всех же самых США Они ограничены Потому что Представители Таких стран Как Грана Эфиопия Бангладеш Тувалу Которые реально Уже сейчас Считают изменение Климата Но Бангладеш Начинает тонуть Так Вот Как вместе Тувалу Они обратили Внимание На то Что Соединенные Штаты Много Говорят О новых Технологиях Но совершенно Не хотят Говорить О деньгах Которые Они будут Постоянно Вкладывать В вот эти Вот страны Чтобы каким Образом Скомпенсировать Потому что Нужно говорить Откровенно Наибольшее Количество Углекислого Газа Выбросили Развивающиеся Страны Запада Развивающиеся Страны Запада В атмосферу Начиная Последние Полторы Сотни Лет Потому что Развивающиеся Страны Даже Тот же Китай Это Игроки Последних Двух Трех Десятилетий Так По сути Дело А Вот Именно США И западная Европа В свое время Мастерские Мира Они Вот Как раз И начинили В известной Мере Что теперь Это уже Все остальные Подключают И вот Это Как раз Один из Таких Вот Очень неприятных Разговоров А кто ж Виноват Во всем этом И развивающиеся Страны Говорят Об этом Что платите Господа Как бы Много Говорят Но Особо Платить Не хотят Потому что Собственно Говоря Им отвечать Перед Своими Избирателями Но Это все Понятно Это как бы Издержки Демократического Процесса Дальше Очень важный Момент Пришло Значит Заключили Собирались Заключить Массу Соглашений Об ограничении Выбросов В связи с тем Чтобы нужно Каким-то образом Остановить Повышение Температуры Не до конца Столетия В полтора Градуса От начала Технологической Эры Однако Получается Что ничего Не получается Просто Ничего Не получается Потому что У всех Свои взгляды Ну Приняли Соглашение Больше Ста Стран Взяли Обязательство Меньше Рубить Деревья Это да Это хорошо Но надо Сказать Что Уже Другие Постановления Были Пять лет Назад Да Действительно За последние Пять лет Количество Вырубки Древесины Уменьшилось Примерно Так на 30% Это хорошо Но Тут сразу Возникает Вопрос Что Впереди Еще Десятилетие В течение Десятилетия Должно Сокращаться Вот это Вырубка Ладно Дальше Насчет Угля Вот Опять-таки Упоминаю О том Что Россия Не согласилась Сокращать Добычу Угля Просто так То есть У нее Период Но дело Все в том Что та же Самая Австралия Прямо Объяснила Страны Потребители Как бы Согласились Меньше Использовать Угля То страны Поставщики Отнюдь Не горят В желании Да и собственно Говоря Тут уже Начинает Бизнес Как бы Задавать Вопросы У нас Сейчас Огромная Проблема На заводах С комплектующими Которые Приходят Из Китая А Китай Не выпускает Потому что У них Стабильная Нехватка Электроэнергии А нехватка Электроэнергии Если сокращать Ее выработку На угольных Станциях То есть Чтобы у нас Опять возобновилась Активная работа В Европе Нам нужно Чтобы Китай Нам больше Поставлял Как бы Необходимого Так скажем Комплектующих А чтобы Эти комплектующие Мы бы В Китае Производились Необходимо Чтобы Китай У нас Что называется Чидил По страшной силе Вот такая Из этой цепочки Выруливать Да А по идее Мы должны Как бы Стремиться Чтобы Китай Завязывался Своей угольной Вакханалии У нас сейчас Звонок Да Здравствуйте Алло Добрый Слушаю Ваши дебаты Я немножко Поражаюсь Вот в чем Ваш коллега Ваш Ваш гость Первое По беженцам Вы Мне коротко Очень Вы Как Почему вы Или не понимаете Или не хотите Понимать Что это есть Не горе Беженцев Их беда Это есть Гибридная война Организована Россией Вместе с Белоруссией Для того Чтобы Просто Европу Расшатать Это Это все Это точка А вы понимаете Что это Ну подождите Хорошо Спасибо Я понял Это ваша точка зрения Да Но мы говорим Все таки У нас программа Не политическая Еще раз Действительно Я повторю Слава Константин Рангса Мы говорим Об изменении климата И о том Что Здесь В частности Очень много Есть беженцев Экономических И климатических И вот Ну это связано Друг с другом Поскольку Если меняется климат Становятся Более засушливыми Там регионы И люди бегут Из этих регионов Потому что У них нет Ни возможности Выращивать еду И ни Может быть даже Добывать воду Вот это Как раз Мы к этому И идем О чем Кстати И говорили На этой конференции Ком 26 О том Что ситуация Крайне Крайне Огорчительная И какие-то решения Нужно сейчас Все таки Принимать Решение Понимаете Получается Интересная вещь Решение Говорить о том Что мы будем Переходить на Электромобили Это конечно Все очень хорошо Но на практике Я хочу напомнить Что сейчас По миру ездят Полтора миллиарда Автомобилей С двигателями Внутреннего сгорания Даже если Выпускать По 100 миллионов Электромобилей В год Вы посчитайте Сколько потребуется Времени На замену Автопар Тем более Что Посмотрим Мы уже неоднократно Говорили Что Как ни странно Бензиновые Дизельные Автомобили Они крайне Востребованы Во очень многих Регионах Нашей планеты Просто потому Что там нет Никакой Электрической Информации Это вопрос Который Нельзя решить И вы знаете Что поражает В прессе Бывает В СМИ В Норвегии Увеличилось Количество Электромобилей И значит Скоро Сейчас Во всем Мире Будет Развита Одни Сплошные Электромобили И никому Нефть не будет Нужна С виду Вроде умные Люди Но они Говорят Вещь Чрезвычайно Наивную Потому что Надо знать Норвегию Я работал В Норвегии Делали Фильм Ментальный И встречались С руководителями Энергетических Компаний С менеджерами Высшего звена Норвегии Которые Уже тогда Показывали Электромобильчики А это было Прошу прощения 12 лет назад И они Как раз и говорили Что Вот у нас Уникальная ситуация Мы полностью Заполнены Гидроэлектроэнергией Гидроэлектроэнергией И у нас Этой Гидроэлектроэнергии Избыток И нам Выгодно Использовать Электромобили Чтобы Эту Избыточную Гидроэлектроэнергию Отправить В автомобили И чтобы Бензин Ценный Не Сжигать У себя Дома А можно Опять Продать И получить Деньги То есть Вот такая Вот описывалась Система Но главное Здесь Слово Обилие Гидроэлектроэнергии У датчан Обилие Ветроэнергии Я хочу сказать Что ветер Как выясняется Дует Не везде Одинаково Не везде Хорошо Почему Ветроэнергии Выносят Еще в море В море Там проще Дуть Ветроэнергии Поэтому Там ветер Стабильный Но как показывает Сентябрь Август Этого года Прекращается Может И там Быть Штир И тогда Эти ветропарки Не дают Практически Ничего Вот в чем Беда Но мы Понятки Хотим Обратить Внимание На то Что В конце Этих Заседаний На КОП Озвучили Так скажем Перспективы Появления Климатических Бежен Я напомню Что с весны Прошлого года ООН Признала Понятие Климатический Бежен Уже есть Люди С официальным Статусом Климатического Бежен Так вот Где у нас Регионы Климатического Бежен Это Северо-Восточная Сирия Это Северо-Западный Ирак Это Восточная Часть Турции Западная Часть Ирана Это Зона Где На глазах Исчезают Великие Реки Тигр И Эфрат Тем более Турция Пытаясь Сохранить Свои водные Запасы Поскольку У нее Тоже Ситуация Аховая Она Строит Плотины На этих Реках Совсем Недавно На прошлой Неделе С компой Была Открыта Еще Одна Плотина Но Что Это Означает Это Означает О том Что В Тигре И В Рате Воды Становится Все Меньше И Меньше И Меньше И Система Орошения Уже 15 лет Тому Назад В той же Сирии Не справляется Это Не российские А западные Организации Причем Одна из Организаций Контролируемая Принцем Чарльзом Он Участвует В ее работе Он очень Активный Сторонник Экологии Уже 40 лет Замет Так вот Они отметили Что Триггером Ситуации Вот этой Которая Скажем Создался Конфликт В Сирии Это было Долговременная Шестилетняя Засуха В восточной Части Сирии Которая Грохнула Вообще Все сельское Хозяйство В регионе Западная Часть Ирака Там еще Плюс война Так скажем Свое место Свою долю Дала То есть Мы Должны понимать Возьмите Регион Сахара Это южнее Сахары Там же Исчезает Озеро Чад Вот Он просто Исчезает На глазах Вот И люди Оттуда бегут Бегут Сахару А Сахаром Огромная А Сахара По площади Это Три четвертых Площади России Без малого Можете себе представить Как отсюда Как до Байкала Вот вам Сахара И вот они Как с юга На север Идут Пешком На верблюдах На каком-то Транспорте Чтобы только Потом Погрузиться На эти Резиновые Лодки И доплыть До той же Самой Италии Мы говорили Когда говорят О том Что Ах Это все Гибридная Война Расшитать Европу 10 тысяч Человек А кто Тогда Все Организовал В Ливии Ну а Марк Адафи Какой бы он Не был Самодур И Тиран Но каким-то Образом Он был Пробный Которая Согревала Поток Из Сахеля Сейчас Этой Пробки Нет И сейчас Вот как раз И возникает Вопрос Что нужно Создать Ливийское Государство Точнее Воссоздать Чтобы Оно уже Занимало Какими-то Вещами Кстати Отдельная Тема Про Муамара Каддафи И его Систему Ирригации Это вообще Грандиозная Вещь Но она Разрушена Дальше Мы Движемся Сейчас Вот По всем Подсчетам Получается Что Вот значит Смотрите В этом году Было 84 миллиона Беженцев По миру Это рост На 6 миллионов За год Да Действительно 51 миллион Это беженцы В пределах Своей страны Но остальные 33 миллиона Это те Кто все-таки Переместился Через страну Ну Да А большое количество Беженцев Сейчас это регион Бангладеш Мьянмар Вот там Юго-Восточная Азия До нас Они как бы Не доходят Но регион Ближнего Востока И Центральной Азии Не забывайте Центральная Азия Либо как Раньше Назвали Средняя Азия Он тоже Испытывает Климатическую Нагрузу И плюс Еще Сахель И вот что Дают специалисты Какой расчет В течение 30 лет У нас Ожидается Уровень Из Африки Будет выходить 86 миллионов Беженцев 86 миллионов Да Вы не забывайте Что в Африке Чудовищная Со скоростью Идет рождаемость Там уже 2 миллиарда Населения 86 миллионов Восточная Азия Даст 49 миллионов Южная Азия 40 миллионов Северная Африка 19 миллионов Латинская Америка 17 миллионов Восточная Европа Плюс Средняя Азия Даст 5 миллионов То есть Получается Что в ближайшие 30 лет Могут Появиться Климатические Беженцы Внутри Самого Европейского Союза Потому что На юге Станет так Жарко Что многие Люди В силу Своих Заболеваний Возраста Просто Не смогут Жить Ну например Я 16 лет Назад Сплошь и Рядом Видел Финов Которым Было Неприятно Жить Зимой У себя И они Перебирались С осени До весны Жили в своих Квартирах В Испании В мягком Климате Ну что ночью Плюс 7 Вот как у нас Было в провинции Аликанте Днем Плюс 15 Плюс 16 Ну что чем не зима И плюс солнце Ну слушай Радость какая Да Вот Но Интересно Что Сейчас Вот например Минувшим летом Были случаи Когда Как раз люди Которые жили В Испании Сами Испанцы Ездили к своим Друзьям Отдыхать В Финляндии Потому что Они не могли Выдержать Эту жару Ну это Единичные случаи Можно сказать Но Вообще Разговор Об этом Идет О том что Лето В Греции В юге Италии В этой самой В Испании Они Будут Очень жарко Чрезвычайно Жарко Английские Австралийские Американские Специалисты Еще В 2010 Году Предсказывали Что В местах Где температура Повысится Вместе С влажностью Появится Очень опасное Явление Ведь когда Воздух Сухой Мы потеем И Мы хоть как-то Можем Снизить Температуру Тела Но когда Температура Так называемого Влажного Термометра Повышается 35 градусов Ну то есть В условиях Очень влажной Ситуации То человек Выдержит Не поверите Всего 6 часов Посредний Человек Нетренированный Молодые Больше Старики Меньше Средний человек По возрасту Выдержит 6 часов А потом Начнутся проблемы В организме Не то что он Сразу умрет Но начнутся Серьезные проблемы И об этом Как раз шел Разговор Что вот Эти люди Тоже будут Этими самыми Климатическими Беженцами И тут Интересно Две вещи Больше шансов Что на месте Останутся Люди Так называемого Среднего класса Они не настолько Им есть что терять Вот Но они не настолько Богаты Чтобы все бросить И куда-то Переселиться Условно говоря Купить квартиру На севере Или дом В Финляндии В Швеции Или у нас А вот Человек Который Совсем бедный Совсем бедный Ему терять нечего И какая ему Разница Где пребывать В этом смысле И поэтому Он может Рвануть Куда подальше И вот это Тоже предсказывается Что возникнет Очень серьезная Проблема Такой Двуслойный Поток Мигрантов Кстати Он И в Европе Есть В Европе Есть Весьма Обеспеченные Переселенцы Из того же Ирака С ними все хорошо Они наняли Адвокатов Помощников Говорящих На местных языках Они уже Все упаковали Они Винтегрированы В эту систему Благодаря Своим деньгам Они принесли Деньги Есть Видите Посмотрите Из той же Сирии Бежали же Как раз Представители Высшего Среднего Класса Ведь не случайно Подпоказывались Уже Бежали Врачи Инженеры Вот Эти люди Действительно Они могли И устроились Прекраснейшим образом Например Почему В той же Франции Не забывайте Сирия была Долгие годы Французским Протекторатом Вот И Даже вот стоит Прочитать Эркюль Уаро Помните Вот Восточный Экспресс Да Вот Поезжает Из-за Эппа По-моему Вот Так вот Для интеллигенции Владеть Французским Языком Это Как говорят Нынче Must have А да Обязательно Да Поэтому Эти люди Владеющие Французским Языком Приехали Во Францию Вот Это Секулярное Общество Все нормально С ними Они Интегрированы А потом Потянулись Те у которых Уже Загроша Не душой Или только Билет На резиновую Лодку Вот И это Уже Другой Слой Людей Вот как раз Как вы Олег Отметили Эти люди Другой Совершенно Культуры И я вот Допустим Вчера Разговаривал С одним Нашим Слушателем Специалистом По французскому Я Теори Влияние Амбийского Языка На француз Обнаружилось Что Сейчас Во Франции Другая Проблема Влияние Арабского Языка На французский И это Проблема Их И вот Тут надо Заметить Как раз Не как мне Кажется Это мое Личное Мнение Одна из Причин Вот такой Острой Реакции Европейских Стран На конфликт С этими Беженцами Как раз Заключается В том Что Это Тот Самый Сигнал Который Показывает Что делать Если К границам По суше По суше Придут Толпы Людей Не Пять Тысяч Не Пятьсот Вот А вот Эти Вот Массы Которые Просто Придут Бросят На эту Вашу Колючку До Воски Проломят Ее И вот Этой Массой Пойдут Вперед Вглубь Страны 86 Миллионов Условно Говоря 86 Миллионов Это будут Десятки Тысяч Как вы Будете Их Останавливать Что Будет Уже Применяли Слезоточивый Газ Ладно Что еще Можно Применить И этот Вопрос Который Без Сомнения Очень Волнует Европейских Политик То есть Они Сейчас Работают На Опережение Они Понимают Что Нужно Действовать Сейчас Каким-то Образом Потому что Когда Эта Проблема Встанет В полный Рост Она Называется Если мы Понимаем Что Исходят Глобальные Климатические Изменения Значит Встанет В полный Рост Ну Допустим Не завтра Не через Пять лет Но через Десять лет Это уже Будет Точно И вот Теперь Получается Так Если Это не Решить Вопрос Сейчас То Через Десять лет Уже Тогда Можно Будет Совершенно Спокойно Кинуть Наши Ценности Неценности Останавливаем Чем Можем Вот Так Самыми Жесткими Средствами Вот Это Очень Серьезная Серьезная Проблема И Как Раз Вот Этот Вроде бы С одной Стороны В масштабах Европы Небольшая Ну Что Это 10-15 Но Принципиально Это Очень Серьезная Проблема Которая Может И Я думаю Что Говоря О Климате Климатических Всех Этих Изменениях Нужно Держать Вот Как раз Всем В уме О том Что Наш мир Уже Действительно Вот Как Сказал Генсек ООН И не Только ООН Что Мир Уже Не Будет Прежним Старые Подходы Они Все Рушатся Мы Слишком Долго И Благостно Жили Вы Посмотрите Новости Из той же Индии Неделю Назад Меньше Даже Потоки Пены Ядовитой Пены Текущие Через Нью-Дели Потому Что Заводы Сбрасывают Огромные Предприятия Сбрасывают Всю Химию В реки Это Кошмар А сейчас У них Наводнение Но при этом Ладно Индия А сейчас Опять Наводнение На Сицилии То есть Природа Начинает Наносить Удары Которые Требуют Постоянного Вложения Средств И Наносить Удары В том числе По Европе И в этой ситуации Естественно Те Политические Силы Которые Заявляют Хватит Принимать Беженцев Они Получают Все большую Большую Поддержку В обществе То есть 2015 год Он стал Своеобразной Прививкой А сейчас Вот Мы уже Видим Это следствие И я думаю Что Вот этот Сейчас Этот конфликт Он как-то Вяло текуще Думаю Скорее всего Его решат Потому что Никто не Заинтересован Его Раскочегарить Вот Может быть Кроме Господина Лукашенко Но у него Тоже Как бы Возможности Маневра Узкий А вот Этот Самый Принципиальная Ситуация Да Она будет Меня И мы должны Понимать Что и нас Здесь Это тоже Будет Касаться Потому что Мы должны С одной стороны Четко себе Представлять Нашу Позицию Действительно Ладно Мы в НАТО Мы в Европейском Союзе Как говорится Нас не бросят Вообще Полагается Но то что От нас будут Требовать Например Солидарности Потому что Принимать беженцев Равно Евросоюз Так или иначе Будет От нас будут Требованы И условно Говоря Беженца Могут Прислать Из той же Самой Италии Которых Мы Примем Вот Уж тут Мы Ничего Не И Литва Примет И Польша Потому что Это сейчас Польшу Поддерживают Потому что Она стоит На Внешней Границе Но Вот Эта Ситуация О том Что делать С беженцами Которые Будут Продолжать Пребывать Вот Морским Путем Эту Ситуацию Нужно Будут Отслеживать Регулярно Ну и Заключение Коп 26 Заканчивается Как я Говорю На Ощущении Того Что Был Большой Такой Замах Вот Но Результаты Оказались Весьма Такими Скромными И В принципе Можно Понять Например Кретл Тунбер Которая Эта 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 Так Попала Политики Так И Не Смогли Договориться Вот Пожалуй Такая Ситуация На Данный Момент Ну Что Ж Спасибо Большое Это Программа Климат Контроль И Константин Рангс С нами Был На Прямой Связи До Следующей Пятницы Всего Доброго Хорошего дня Доброго Доброго